Я тогда и сказал и послу Америки, госпоже Марию Ивановичу, о том, что эксперимент он хороший, это современное оборудование, это передовые технологии. У этого проекта нет финансирования. Поэтому, когда есть финансирование, это проект реализуют. Французами мы не говорили просто так, мы говорили конкретными метриками, конкретными показателями. Я видел, как это работает во Франции, как это обслуживает целый большой массив людей, которые соизмеримы с нашим городом. Есть такой кон-регион, там обслуживание было порядка 500 тысяч 480, если быть точным. То это, в принципе, соизмеримо с городом Америки. Я видел, как это работает. Видел, какую они воду берут с реки и какую они в реку возвращают. Так вот, если по химии посмотреть, то, что они взяли с реки и вернули в природу, они в природу возвращали более чистую воду, чем оттуда забирают. То есть нам надо понимать, мы сегодня формируем проект в целом замкнутого цикла водообеспечения. То есть для того, чтобы чистую воду мы возвращали. Почему? Потому что я хочу, чтобы еще в акватории Зовска море вода была чистая. Чтобы мы с вами безопасно приходили на пляжи, безопасно приходили туда наши с вами дети. Чтобы они чувствовали безопасность, то, что вода чистая. Я это также хочу. Но это большая такая история, которая вот как раз в рамках этого проекта должна решиться. То есть мы подошли сейчас к чему? Сейчас вычитываем, мы это уже детально, буковки, цифры, проверяем, вот этого кредитного соглашения между Украиной и Францией. То есть читает Минфин и читает Банк Франции, то есть Минфин Франции. То есть мы сейчас это вычитываем. После этого появляется проектная команда и от города Мариуполя. Появляется проектная команда от Франции. И мы совместно начинаем реализовывать первую задачу. Это сформировать проектное решение. На формирование проектного решения в целом замкнутого цикла водоснабжения города Мариуполь займет год. Через год, имея проект, пройдя экспертизу, мы выходим на строительную площадку. Строительство таких больших проектов занимает два года. То есть, соответственно, с даты сегодняшней, можно сказать, что через три года мы ожидаем, что с крана мы с вами сможем пить воду и, соответственно, заварить чай.